богомол богомол толстенькая жопка и усы короткие это самка богомола у самцов брюшка длинная длиннее не такая пузатенькая и усы длинные где богомол гуляйте на травку цветочек пиле дрова вот этой старенькой пилой мс-180 штиль ей уже лет восемь мы еще первый домик ей строили она уже ушатанная здесь она уже разваливается полным ходом до сих пор пилит чинить ее бесполезно потому что починка этой пилы заключается в том что меняется полностью внутрянка она стоит как сама пила но пока она работает пускай работает потом просто выкинется перед тем как пилить нужно заточить пилу острая пила облегчает сам процесс пиления дров ускоряет этот процесс и экономит топлива пила должна быть всегда хорошо заточена для наглядности вот зуб заточенный а вот тупой видно где-то налетел на какой-то песок кончик стачивается и пальцем она даже вот это делаю вообще не острая но если так заточенный зуб пальцем то можно палец порезать очень остренький получается немного цепь провисает нужно это все проверять постоянно перед используем пилы часть цепь натянул и тут еще один лайфхак у этой пилы уже не держит винт натяжной для натяжения цепи и как я натягиваю цепь расслабил шину натягиваю от руки просто натягиваю эту шину и закручиваю хорошенечко таким образом получается даже лучше натянуть цепь чем винтом не все она прекрасно держится не раскручивается чуть-чуть так вот туговато не совсем легко едет но нормально когда начну работать то цепь нагреется на чуть расшириться и увеличится в размере вообще натягивается цепь на холодную пилу когда пила горячая то цепь натягивать не нужно ее нужно остудить и потом только натягивать опять же это из-за того что цепь растягивается когда она нагрета если так натянуть когда она будет нагрета то сузившись может даже и лопнуть или что ему деформировать или потом при следующей заводке на будет очень очень туго сидеть и не сможет прокрутиться придется расслаблять поэтому еще раз повторю цепь нужно натягивать лишь тогда когда пила холодная сейчас насчет а самое интересное это завести ее я давно не заводил а это 180 она очень туго заводится сейчас покажу лайфхаки как заводить 180 штилевскую пилу здесь она не хочет заводиться так пилу заправил ставлю в последнее положение и начинаю пробовать заводить ее не хочет и так можно дергать до тех пор покуда не залью свечу пила может не заводиться по двум причинам основным это либо свеча померла не дает искру либо просто нужно прогнать топливо по системе скрою посмотрю или топливо поступает к поршню так здесь свеча под свечой находится поршень свеча сухая поршень сухой топлива начну еще не дошло можно было конечно сразу проверить или у свечи искра есть то делается вот так ставим свечу сергей иди подержи посмотрю ли или это есть искра в свечи идеи подержи этого я посмотрю ли есть искра у свечи есть искра есть все искра есть вот свечу нужно приложить корпус продолжаем ставлю обратно на последнюю позицию ладно и последний лайфхак лайфхаков на сегодня последний лайфхак плюс но чуть-чуть бензинчика к поршню берем капельку бензинчика и совсем чуть-чуть вот так вот сергей говорит фильтр проверить еще или не засрался так топлив у нас есть ставлю сразу на единицу еще такой лайфхак зажимаем ручку о слышал о вода если кстати перелит поршень бензином то ставим на ноль открываем вытираем свеч и так погазовать нужно и можно даже слить бывает такой большой польется когда перестала слить то воздухом что поршень так поработал ну все нормально бензин не льется то что она заводится это скорее исключение ну все давай сергей кэш так и должен заведется я думаю да на последнюю позицию поставил вот и все так ставлю на единицу даем пиле прогреться чуть-чуть сразу газовать не надо вот и все самое тяжелое это завести ее после долгого простоя процедура понятно понятно теперь послушайте этот звук когда у тебя есть печка то звук колки дров один из самых приятных для ушей потому что дрова это тепло а как звучат музыка дров мелодия еще такой лайфхак по дровам дрова нужно покупать максимально плотных пород в моем случае это дуб почему максимально плотных в дровах в зависимости от их плотности больше или меньше энергии накоплено то есть сосна в полтора раза меньше по плотности чем дуб и в сосне в полтора раза меньше энергии чем плотнее дрова тем больше в них накоплено энергии допустим я мог купить осину или дуб мог сосну купить сосна у нас дешевле стоит а все лиственные породы по одной цене береза осина дуб у нас в нашем районе относятся это к лиственным породам они идут все по одной цене они чуть-чуть дороже чем сосна но допустим в сравнении с осиной осина вообще легкая может даже чуть легче чем чем сосна дуб на процентов 30 плотнее осины и в дубе на процентов 30 больше энергии если я отдаю одну и ту же сумму один и тот же объем дров у нас по объемом дрова продают только купив дуб я фактически сэкономлю 30 процентов стоимости за киловатт энергии то есть дуба мне нужно будет стопить на 30 процентов меньше чем осины чтобы получить одну и ту же температуру печи или температуру в доме и вот так вот собираешься заказывать дрова поспрашивал по узнавал по чем стоимости той или иной породы потом пошел погуглил их плотность и выбрал наиболее выгодное для тебя предложение в соотношении плотность дров и цена во всяком случае у нас в беларуси так устроена система что дуб он не намного дороже дрова дубовы не намного дороже чем сосновые выгоднее дуб купить но допустим в норвегии другая система продажи дров применяется там продают дрова в зависимости от киловатт там по киловаттам продают дрова и там у тебя не получится купить дуб по цене сосны дуб там будет стоить на такой же процент дороже насколько он и плотнее иной древесины или осина будет продаваться дешевле чем дуб по причине того что в осине меньше энергии накоплено меньше киловатт я вот смотрю сейчас дуб у меня хреновенько высох купил дрова я ранней весной когда в принципе дрова и нужно заготавливать зимой либо ранней весной когда еще не началось сокодвижение тогда в дереве меньше всего воды находится и дерево быстрее высохнет если купить или напилить где-то или достать дрова не колоты вот как у меня в корее зимой или весной то за лето они не высыхают в коре дрова не высыхают за лето в следующий раз буду дрова покупать и сразу их колоть купил дрова весной весной их наколол и положил сушиться пускай они все время все время наколотые сушатся когда вот так вот раскалываешь хотя бы на половинке то кора нарушается и вот в таком состоянии дерево очень быстро высыхает в наколотом состоянии может для кого-то это показаться очевидной вещи о которых я говорю но допустим жители в нашем районе они разбавляют дуб сосной зачем они это делают я не знаю ну типа блин лучше гореть будет ну там какие-то дурацкие доводы озвучивают что сосна лучше горит там дуб вот разбавляют сосной некоторые люди вообще подкладывают в топки сырые дрова аргументируя это тем что так дольше горит печка да действительно печка будет дольше гореть если в ней будут в топки находиться сырые дрова но когда дрова начинает гореть они сперва высыхают и потом когда дрова высохли они загораются а процесс высыхания испарения воды забирает на себя огромное количество энергии чтобы воду превратить в пар нужно протратить энергию эту энергию которую ты топишь печку которая должна была энергия уйти в тепло в дом в печку в кирпич ты ее тратишь на то чтобы воду преобразовать в пар и этот пар вышел в накопленной себе энергии через трубу эта энергия не пойдет в тепло печка будет гореть дольше но в итоге тебе придется намного дольше топить эту печку в два раза больше дров стопить чтобы получить такое же тепло если бы ты топил сухими дровами но еще плюс к тому что сырые дрова они уменьшают срок эксплуатации печи конденсат во время высыхания дров будет оседать на стенках трубы во первых будет печку дымоход весь закоксовывать сажа будет легко налипать везде а во вторых если печка из кирпича то будет разрушаться постепенный кирпич из-за конденсата так что придется мне эти дрова где-то здесь складывать пускай не пару месяцев посохнут перед дождями буду накрывать их чем-нибудь полиэтиленом каким-нибудь и пускай не сохнут у меня еще пол дровняка сосновых двухгодичных дров они уже два года сохнут очень сухие хорошие дрова эти пускай лежат и сохнут у меня тоже тоже были кирпича только коррきка а день нем